Здравствуйте, товарищи и коллеги, и господа, если есть и господа тоже. Знаете, когда Андрей озвучил вот этот список вопросов, я вспомнил известный философский анекдот, в старом смысле слова анекдот, когда Гегелю какая-то французская энциклопедия прислала письмо и попросила изложить его систему коротко, популярно и по-французски. На что Гегель ответил злобным письмом и сказал, что мою систему нельзя изложить ни коротко, ни популярно, ни уж тем более по-французски. Понимаете, вот я сейчас оказываюсь в положении того самого человека, которому нужно коротко, популярно и по-французски про все рассказать. Конечно, большое спасибо Борису, который уже дал определенную классификацию левого движения, или вернее понятие левизны и провизны. Я думаю, что по определенной оси, так сказать, оси традиционного прогрессизма в традициях европейской политической науки, европейского политического мышления, это, конечно, безусловно так. Я тут не буду спорить, это совершенно классическое понимание. Более того, я могу привести Борису вам еще один пример, которого, может быть, еще больше понравится. В Дании есть такая партия, называется Венстре. Это партия, которая была левой, Венстре это по-датски значит левая, это партия, которая была левой, ну, где-то вот в конце 19 века. Ну, такая вот прогрессивно-буржуазная партия, да, за всеобщее избирательное право, за равенство граждан перед законом, против клерикализма и так далее. Сейчас это одна из ключевых правых партий в Дании, да. То есть, видите, действительно, в этом смысле все смещается. Но я бы все-таки сказал, что для меня, как представитель именно все-таки марксистской мысли, современного левого марксистского движения, этой классификации недостаточно. Потому что есть еще один параметр, который просто как-то пропал из этого изложения. Поэтому я добавлю только одну вещь, которая для меня абсолютно принципиальна. Именно по отношению к тем левым, которые возникли, ну, уже в конце 19-го, начале 20-го века и тому левому движению, которое существует до сих пор. Это классовый вопрос. Это вопрос отношения труда и капитала. Это то, что левые стоят на стороне интересов труда. Другое дело, как они их понимают, как они их защищают. Условно говоря, социал-демократы. Это те, кто очень, опять-таки, упрощенно, очень-очень-очень упрощенно, да? Потому что меня тут же поймают в деталях, но очень упрощенно. Это те, кто отстаивают интерес труда, но в рамках существующей системы. На самом деле, мне тут же могут привести примеры реформ, которые проводили социал-демократы, и которые, в общем, по крайней мере, нацелены были на попытки выйти за пределы системы, но тем не менее упрощенная социал-демократия, она выступает за интересы трудящихся, но в рамках сложившейся капиталистической системы и, соответственно, более левые, социалистические, марксистские, коммунистические и прочее, прочее, прочее тенденции – это те, кто выступает за преодоление капиталистической системы ради того, чтобы создать социалистическое общество. Это, опять-таки, достаточно очевидная вещь, но при этом объединение левых и тех и других на основе классового интереса является абсолютно очевидным фактом. Другой вопрос – насколько это в реальной политике получается? Это может не получаться, особенно революционные моменты, когда встает вопрос о том, что систему-то нужно либо ломать, либо переделывать, и до какой степени. И тогда действительно происходят расколы, размежевания и так далее. Ну, я думаю, что более подробно для желающих разобраться в этих вопросах есть журнал «Левая политика», который здесь Михаил Рейнов выставил на продажу, и вот кто хочет, пускай приходит и покупает. Маленькая реклама, рекламная пауза. Так вот, возвращаясь к более, на мой взгляд, актуальному и важному вопросу о том, что происходит сейчас. Я хочу сказать, что на самом деле ситуация левых на сегодняшний день достаточно драматична, противоречиво. Очень надеюсь, что еще все-таки не трагично, но драматично, безусловно. Почему? Потому что на самом деле, давайте говорить более конкретно, мы находимся перед очень тяжелой дилеммой. На одной стороне либералы, которые на самом-то деле, хотя они идут под знаменами демократии, реально демократической альтернативой не являются. Понимаете, если бы они были просто демократической альтернативой, если бы можно было верить, что вот они придут к власти и будет нормальная, счастливая буржуазная демократия, буржуазная демократия, да, то еще можно было бы как-то, так сказать, ну обсуждать этот вопрос. Но на самом-то деле, действительно, у этих людей есть экономическая программа. И даже если они ее не озвучивают в резолюции, если они ее не объявляют с трибун на Болотной площади, ну простите, пожалуйста, они пишут статьи, они пишут книги, они публикуют свои программные документы, они выступают в прессе. И когда, например, Борисович спросили, а где сказано, что они против всеобщего избирательного права? Прошу прощения, та же самая Латынина четко и однозначно высказывала за то, чтобы ограничить избирательные права части населения, да, за имущественные цензии. То есть, иными словами, мы же знаем, кто эти люди, мы знаем, за что они стоят. И мы знаем очень простую вещь, что эти требования, если их реализовать, если эту программу реализовать, она несовместима с демократией. Знаете, как бы это ранение несовместимое с жизнью, да? Вот эта программа при выполнении ее несовместима с демократией. А даже вот с той самой буржуазной, либеральной и так далее демократией. Потому что вообще есть большой вопрос, совместима ли либеральная демократия с условиями капитализма в условиях периферии. Я понимаю, там во Франции, в Англии, в Германии. Хотя, между прочим, сегодня в Западной Европе мы уже видим, что и там возникают большие проблемы. Может быть, как бы сейчас стало модно цитировать слова Жижика, которого я очень не люблю цитировать. Но в данном случае я с ним согласен, когда он сказал, что происходит развод между демократией и капитализмом. То есть это вещи все менее и менее совместимые даже в центрах. А мы находимся все-таки в условиях периферийного капитализма. Это надо понимать. И, соответственно, понятно, что у нас это в таком виде работать не будет. И когда эти люди говорят о своих экономических ценностях и программах, совершенно понятно, что у них программы антидемократичны в своем социальном содержании. И, кстати, именно поэтому, между прочим, провинция московские демонстрации и московские митинги не поддержала. Потому что большинство провинций прекрасно понимает, что за этим стоит и кто за этим стоит. Люди живут более приземленными, более конкретными жизненными интересами. И их, что называется, на мякине не проведешь. Но, с другой стороны, есть власть. И есть охранительная тенденция. Есть тенденция, ну, скажем, которая несколько иначе выглядит. Но которая, в конце счастья, сводится к одной форме, что либералы настолько страшные, настолько ужасные, настолько чудовищные оранжевые угрозы, что ради этого надо поддержать существующую власть. Во что бы то ни стало. То есть есть абсолютное зло в виде оранжевой революции, оранжевой угрозы, оранжевой чумы, кто как называет. И ради этого можно поддержать власть. Понимаете, тут тоже проблема. Потому что, на самом деле, действительно, во многих случаях, то, что предлагают оппозиционеры, выглядит во многом хуже того, что есть. И это серьезная проблема, да? Но беда в том, что то, что предлагают оппозиционеры, нынешняя власть как раз и выполняет. То есть где принципиальное различие? Понимаете, я помню прекрасно, как многие люди голосовали за Путина, исходя из того, что при нем не будет, например, в дальнейшей коммерциализации ЖКХ. Или при нем не будет дальнейшей коммерциализации, приватизации и медицины. И так далее, и так далее. Более того, в общем, если мы почитаем, что обещали людям еще даже в феврале, то, в общем, по большому счету, послание сводилось к тому, что давайте поддержим существующую власть, чтобы не стало хуже, потому что начнутся неолиберальные реформы, которые сделают жизнь значительно хуже. И что? Да то, что программа неолибералов, программа оппозиционных неолибералов и программа правительства, это по существу одна и та же программа. Более того, она продолжает реализовываться, независимо от того, кто находится у власти. Что самое печальное и самое анекдотичное, эту программу пишут одни и те же люди, простите меня, понимаете? Что вот команда господина Кудрина, которая продолжает работать на правительство по существу, что команда экономистов и экспертов, скажем, из высшей школы экономики во главе с господином Кузьминовым, на кого они работают? На оппозицию или на власть? Да и на тех, на других. Они на самом деле создают программу вот этого элитного консенсуса. Именно поэтому поддерживать власть против оппозиции, как способ защититься от неолиберальных реформ, как минимум неразумно, непрактично, неэффективно, как минимум неправильно, тактически даже неправильно. Но какая ситуация у левых? Вот тут и начинается самая драма, потому что ситуация у левых при подобном раскладе становится весьма-весьма тяжелой. И поддержать власть против оппозиции, поддержать оппозицию против власти, это значит в любом случае, так или иначе, мы начинаем вот эту игру в одни ворота. Нас загоняют на поле, где идет игра в одни ворота. Но и не участвовать на поле тоже практически невозможно. В этом определенный драматизм и, может быть, даже в какой-то степени трагизм в сложившейся ситуации. Другое дело, что, на мой взгляд, отличие от примерно периода, скажем, перестройки, когда ситуация тоже была по-своему трагична, в том, что сейчас, на мой взгляд, есть выход. И выход этот состоит в том, что социальные движения, что российское общество меняются, что они способны понять вот эту игру, и они способны выступить самостоятельным политическим субъектом. Сейчас возникла еще одна любопытная, парадоксальная проблема. Мы видим левый актив на митингах, на демонстрациях, которые, конечно же, ведут на Болотную площадь. То есть, другое дело, что люди доходят до Болотной площади и стараются развернуться и уйти, чтобы не слушать этот ужасный митинг. Точно так же мы видим, как сейчас нам предлагают участие в выборах Координационного совета оппозиции. И я очень счастлив, что форум левых сил подавляющим большинством предложили не участвовать в Координационном совете оппозиции. Почему? Это никакой не парламент, это никакой не альтернативный парламент, это руководящий орган либеральной партии. И участвовать в нем, это значит признать общую дисциплину, единой нормой, единую организацию с теми самыми либералами, которых мы считаем своими политическими оппонентами. Так вот, с другой стороны, если мы видим левый актив, все равно так или иначе, он постоянно находится на одних улицах с либеральной оппозицией. И действительно, на самом деле, представление о том, что у нас нет общей социальной базы, тоже в значительной мере ошибочно. Потому что часть публики, которая выходит на эти митинги, она политически неопределившаяся. Но, если другая часть России гораздо больше, чем те, кто выходит на митинги, это те, кто не выходит на митинги. И среди них наша социальная база в значительной большей степени. Парадокс в том, что социальная база левых сегодня, или по крайней мере вчера, до, может быть, лета, была в очень большой мере под Путиным. Она была под властью. И не потому, что она любила власть, не потому, что она радовалась власть, а потому, что власть воспринималась как меньшее зло, по сравнению, повторяю, с теми, кто призывает вернуться в 90-е годы. Но сейчас ситуация меняется. Ситуация меняется на глазах именно потому, что власть начинает проводить ту самую программу, ту самую линию, ради защиты от которой за эту власть проголосовали. И вот здесь, на самом деле, и проблема, и спасение. Потому что для левых, мне кажется, единственный путь сейчас, это продолжать оппозиционную борьбу, но продолжать ее принципиально отмежевываясь от либералов. Ни в коем случае не вступая с ними в организационные альянсы. Ни в коем случае не оказываясь с ними на одной платформе, на одной трибуне. Можно оказаться на одной улице, но не на одной трибуне. Это принципиально разные вещи. Можно протестовать параллельно, выдвигая собственные требования, собственную повестку дня. Но ни в коем случае не в виде единой коалиции, в виде единой организации. То есть мы должны продолжать протестовать, мы должны быть на улице, мы должны быть в оппозиции. Но мы категорически должны быть отдельно от них, потому что на самом деле это, да, отодвигает нас от части либеральной публики, которая может быть чуть-чуть полевела даже за последние месяцы. Но это приближает нас к огромной массе людей, которые своего слова еще не сказали. И без которых все равно ничего не изменится. Потому что если не поднимется основная масса населения, если не поднимется провинция, если не поднимется основная масса трудящихся, то все равно не будет никаких перемен. Все равно не будет никакой демократии, все равно не будет никаких преобразований. И в этом смысле для ЛЕО принципиально важно сейчас вырабатывать собственную повестку дня, собственную программу, которая может быть сформулирована в виде переходных требований. Что значит переходные требования? Это требования, которые выдвигаются еще в рамках этой системы, в рамках существующего порядка, исходя из классовых интересов, своей социальной базы, исходя из интересов трудящихся. Эти требования могут быть очень умеренными, но они ведут за собой следующий вопрос, следующие требования, они ведут за собой следующий уровень проблем, которые в свою очередь заставляют говорить о более радикальных изменениях. И поэтому, скажем, сейчас действительно значительная часть борьбы, это борьба, увы, оборонительная. Это борьба за то, чтобы не дать уничтожить и разрушить образование. Это борьба за то, чтобы сохранить остатки хотя бы бесплатной медицины. Это борьба за то, чтобы не отнять у так называемого российского среднего класса, а на самом деле огромной массы российских трудящихся, те социальные условия, которые позволяют им, собственно, считаться чем-то вроде среднего класса. Одна минута. Заканчиваю. То есть, условно говоря, дешевое жилье, определенный доступ к более-менее качественной работе, что, кстати говоря, тоже не гарантированно, учитывая то, как трансформируется наша экономика и так далее, и так далее. Короче говоря, у нас нет другого выхода, кроме как продолжать политическую борьбу, продолжать ее самостоятельно и продолжать ее строя собственные, социальные, подчеркиваю, именно социальные коалиции. Не изображать из себя левое крыло либеральной оппозиции и не пытаться пристроиться к власти, а быть самостоятельной политической силой и понимать, что если мы таковой не станем, то все равно никакой демократии в России не будет. Спасибо. Так, Борис. Мой вопрос. Можно быть левым и не марксистом? Классу категории, безусловно, да. Безусловно, да. Можно. Может быть политической силой, но отвергающей марксизм. Так? Я думаю, что могут. Другое дело, что это будет, опять же, на мой взгляд, неправильно, не в идеологическом смысле, это будет неэффективно, на мой взгляд. Я считаю, что марксист все-таки это наиболее рационально проработанная, наиболее разумная, наиболее, в некотором смысле, научно-эффективная версия левого движения. Это такая моя точка зрения, да. Поэтому, понимаете, в коммунистическом манифесте же было сказано о том, что коммунисты для тех, кто выступает за наиболее общие принципы движения. Это значит, что даже Маркс и Энгельс прекрасно понимали, что могут быть части движения, которые с ними не согласны, и которые, тем не менее, являются вполне легитимными частями движения. Понятно. И второй короткий вопрос. Так все-таки, а почему у левых-то не получается консолидироваться? Я вспоминаю форум левых сил, в марте, по-моему, был. Ну, опять, ну... Нет, на мой взгляд, как раз, все прекрасно. То есть, все хорошо. Я, как раз, считаю, что это и есть процесс консолидации. То консолидация кого с кем, понимаете? Если мы формально объединяем всех, кто назвался левым, то как раз консолидации не получится. Потому что проблема не в самоназваниях и даже не в искренней самоидентификации. На самом деле, на сегодняшний день есть три тенденции. Первая тенденция — это, условно говоря, быть левым крылом либералов. То, что выражено товарищем, по-моему, уже господином Удальцовым. И той частью людей, которая идет в Координационный Совет вокруг него. Да, мы будем с либералами, но мы будем изображать там левое крыло в этом блоке. Вторая тенденция — это, ну, условно говоря, левоохранительное. Хотя, кстати говоря, ее представители тут же начинают кричать «нет, нет, 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 нет». Вот, это неправда, вы на нас клевещете. Я надеюсь, что я клевещу. Не хочу никого обидеть. Но, тем не менее, вот, ну, простите, поклонная гора. И, наконец, третья тенденция — это тенденция построения самостоятельного левого политического субъекта. Это самое трудное, очень мучительное дело, очень рискованное, которое предполагает возможность ошибок и неудач, и нет никакой гарантии, что это получится. Но если консолидироваться, то, на мой взгляд, консолидироваться можно только на этой основе. Понятно. Вопрос, пожалуйста. Кто-то представит, пожалуйста. Меня зовут Павел. Мне бы хотелось сделать замечание, как бы, вопрос. Вот вы говорите о том, что протестное движение, насколько вы имеете в виду, что преобладает либерал, а не рискует очень большая угроза. Но на самом деле у либералов есть один такой важный нерасадок, что он никогда не будет одного лидера. Никогда больше 10% на частных выборах они никогда не наберут. И прекрасно видно, что после 6 мая как раз инициатива пришла к красным пройтись. То есть и по числу красных знамен и по лозункам, и по, сейчас так, большей ожесточенностью видно, что вот вся вот эта либеральная интеллигенция, которая, да, пыталась какие-то приступать в переговоры с властями, она отошла от протестного движения. И мне кажется, что на самом деле в движении протеста много действительно людей, либо не определившихся еще, либо, допустим, скажем так, либералов, но левых либералов. Потому что либералов тоже бывает раз. Бывает правый либерал, да, скорее, как Брохоров, например, да, вот тоже. А бывает, вот, например, я бы сейчас тоже много делал либералов. Мне кажется, с ними вполне можно сотрудничать. И я даже, вот, у меня были примеры такого сотрудничества. Я могу вам ответить. Вы правы, но вы правы, так сказать, по здравому смыслу, а не по политике. Понимаете, в чем проблема? Вы знаете, я думаю, что если бы вот неолиберальные партии где-либо в мире вообще шли под открыто неолиберальными лозунгами, то они бы даже и в Западной Европе вряд ли бы больше 10-15% набирали. Я помню анализ французских выборов, не самых последних, но просто кто-то из аналитиков написал, что среди всех кандидатов, которые реально были на выборах, неолиберальную программу предложил только один. Он набрал 1,6% голосов, но при этом неолиберальная программа проводилась всеми победившими кандидатами. Понимаете, то есть, поэтому честные либералы на честных выборах, конечно, потерпят поражение. За это я очень люблю честных либералов. Но, понимаете, дело в том, что у нас будут нечестные либералы и нечестные выборы. Понимаете? И, кстати говоря, идти они на выборы будут не как либералы, а там скажем, как борцы с коррупцией или защитники народного счастья. Понимаете? И, кстати говоря, нет никакой гарантии, что выборы будут честные. И нет никакой гарантии, что все то, что мы видим, это не некая дымовая завеса и декорация, за которой готовится тайное соглашение либеральных элит внутри себя, а мы просто в этом случае выступим в роли статистов. Так, и последний, коротенький вопрос, пожалуйста. Ну, я бы не сказал, что он коротенький. Так, значит, выборы в координационный совет оппозиции. 146% за Наваль. Допустим. Ну, вот почему мы так считаем, что на эти выборы не стоит вообще обращать внимание, нужно и бойкотировать. Не имеет ли место другая, может быть, более оптимальная стратегия? Там схема выборов такая, что можно проголосовать за 5 человек в левой курии, в националистической, за 5 в либеральной. Не стоит ли собраться всей максимально широкой левой тусовкой, всем объединениям и попробовать не столько, может быть, переголосовать этих либеральных товарищей, сколько у них проголосовать в их куриях за наиболее таких одиозных, наиболее глупых, долбанутых персонажей, чтобы навести там хаос, и чтобы этот координационный совет, как вы выразились, оргсовет либеральной партии, чтобы он превратился в балаган, и его деятельность была 40. Ну, я думаю, что я это сделаю без вас собственными силами. Не беспокойтесь, от этих работ.